Урок 1. Как насчет похода? Эй, Анна! У меня есть идея для наших выходных. Как насчет похода? Привет, Джон! Звучит великолепно. Мне нравится бывать на природе. Идеально! Давайте приготовим походное снаряжение и спланируем маршрут. Похоже на план. Мы также можем взять с собой закуски и воду. Абсолютно! На тропе нужно избегать обезвоживания и заряда энергии. Давайте проверим прогноз погоды, чтобы убедиться, что сегодня хороший день для пеших прогулок. Отличная идея! Безопасность превыше всего, и мы не хотим попасть под дождь. Как только мы узнаем все подробности, давайте встретимся и начнем наши приключения. Похоже на план. Тогда давайте займемся этим. Конечно, Джон! Пора отправиться в путь и насладиться отдыхом на свежем воздухе. Пойдем, Анна! Вперед вас ждет веселый и незабываемый пеший поход. Конечно, Джон! Пусть наш поход будет наполнен смехом и прекрасными видами. Урок 2. Я подумываю о покупке нового ноутбука. Эй, Анна! Мне нужен совет. Я подумываю о покупке нового ноутбука. Привет, Джон! Неплохая идея. Каковы ваши требования? Мне нужно что-то мощное для работы игр. Есть предложение. Хорошее замечание. Я рекомендую ознакомиться с последними моделями известных брендов. Я займусь этим. Какие-либо особенности, которые мне следует рассмотреть. Ищите быстрый процессор, достаточно места для хранения и выделенную видеокарту. Понял. Я буду иметь это в виду при проведении исследований. Кроме того, ознакомьтесь с отзывами клиентов, чтобы получить представление о надежности и производительности. Это разумный совет. Спасибо за помощь, Анна. Добро пожаловать, Джон! Сообщите мне, если вам понадобится дополнительная помощь. Справится, Анна. Еще раз спасибо за совет. Без проблем, Джон. Удачной охоты за ноутбуками. Безусловно, Анна. За то, чтобы найти идеального технического компаньона. Ура, Джон! Пусть ваш новый ноутбук принесет вам радость и продуктивность. Урок 3. Каковы ваши планы на сегодня? Эй, Анна! Какие у тебя планы на сегодня? Привет, Джон! Не так уже много. Просто собираюсь наверстать упущенное. Звучит расслабляюще. Какую конкретную книгу вы изучаете? Я начинаю писать детективный роман, который давно хотела прочитать. Приятно. Наслаждайтесь погружением в мир неизвестности и подсказок. Спасибо, Джон. Для меня это всегда увлекательный побег. Что ж, сегодня я буду работать над новым проектом по программированию. Звучит интересно. Желаю вам продуктивной и творческой сессии программирования. Спасибо, Анна. Мне не терпится справиться с некоторыми новыми задачами. Желаю вам дня отдыха и продуктивности. Ура, Анна! Приходите и наслаждайтесь нашими соответствующими мероприятиями. Конечно, Джон. Пусть наш день будет наполнен радостью и достижениями. Урок 4. Как насчет виртуальных мероприятий по сплочению коллектива? Эй, Анна! Я подумывал о том, как воспитать командный дух среди наших удаленных сотрудников. Есть идеи? Привет, Джон. Я согласен, что это важно. Как насчет виртуальных мероприятий по сплочению коллектива? Отличное предложение. Мы можем организовать онлайн-игры или виртуальные счастливые часы. Это интересный способ общаться и укреплять дух товарищества, несмотря на расстояние. Мы также можем поощрять открытое общение и сотрудничество. Абсолютно. Регулярные проверки и встречи с командой могут помочь укрепить отношения. Кроме того, важно создать позитивную и инклюзивную рабочую культуру. Удачи в создании сильной и сплоченной удаленной команды. Ура, Анна! Мы за команду, которая преуспевает даже на расстояние. Конечно, Джон. Пусть наш командный дух сияет, где бы мы ни находились. Урок 5. В эти выходные я иду за покупками. Эй, Анна! В эти выходные я иду за покупками. Конечно, мне нужна новая одежда. Какой тип вас интересует? Привет, Джон. Звучит забавно. Меня интересует повседневная и удобная одежда. Отличный выбор. Комфорт играет ключевую роль в повседневном ношении. Определенно. Мне нравятся универсальные наряды, которые легко комбинировать и сочетать. Мне больше нравится спортивная и спортивная одежда. Мне нравится вести активный образ жизни. Это соответствует вашему активному образу жизни. Функционально и стильно. Именно так. Мне нужна одежда, позволяющая мне свободно двигаться. Давайте исследуем разные магазины и найдем идеальные вещи. Похоже на план. Готовы отправиться в модное приключение? Конечно, Джон. Начнем покупать одежду. Пойдем, Анна. Вперед, чтобы найти наш идеальный стиль. Ура, Джон. Пусть наша поездка по магазинам будет успешной и приятной. Урок 6. Мы должны проверить прогноз погоды, чтобы упаковать вещи соответствующим образом. Эй, Анна. Я готовлюсь к нашему путешествию. Мы должны проверить прогноз погоды, чтобы упаковать вещи соответствующим образом. Привет, Джон. Неплохая идея. Иногда погода может быть непредсказуемой. Абсолютно. Мы не хотим, чтобы нас застали врасплох к дождю или солнечному свету. Давайте позаботимся о том, чтобы у нас была подходящая одежда для любых погодных условий. Согласовано. Обязательно используйте многослойную одежду и водонепроницаемую куртку. И не забывайте всегда иметь при себе копию важных документов. Хорошие замечания. Во время путешествия лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Копии паспортов, удостоверений личности и маршрутов путешествия могут стать спасением. Давайте еще раз проверим наши сумки и убедимся, что у нас есть все необходимое. Похоже на план. Готовы отправиться в наше приключение полностью подготовленными. Безусловно, Анна. Желаем вам приятного и приятного путешествия. Ура, Джон. Пусть наше путешествие будет наполнено незабываемыми моментами. Пойдем, Анна. Нас ждут приключения. Урок 7. Я так жажду нашей домашней лазаньи. Привет, Джон. Отличная идея. Прошло много времени с тех пор, как мы ее создали. Мне нравится, насколько это вкусно и приятно. Нам следует спланировать день приготовления пищи. Определенно. Давайте назначим дату и соберем все необходимые ингредиенты. И не забудьте секретный ингредиент, который делает его особенным. Ах, да. Секретный ингредиент, который делает нашу лазанью легендарной. Может, пригласим друзей и насладимся этим вместе с нами. Хорошее мышление. Лучше всего делиться хорошей едой с хорошей компанией. Мы устроим пир с лазаньей и создадим прекрасные воспоминания. Я уже могу представить себе аромат и вкус. Это будет потрясающе. Желаю вам нашей домашней лазаньи и веселого кулинарного дня. Ура, Джон. Желаем аппетитной лазаньи и приятного времяпрепровождения вместе. Давай начнем готовить, Анна. Кухня завет нас по именам. Урок 8. Я всегда хотела исследовать новое место. Эй, Анна. Мне всегда хотелось исследовать новое место. Куда вы предлагаете? Привет, Джон. Это захватывающе. Как насчет поездки на пляж? Отличная идея. Я могу представить, как мы отдыхаем на песчаном берегу. Мы можем понежиться на солнце, поплавать в океане и насладиться прибрежным бризом. Я много слышал о пляже под названием Парадисиков. Это райская бухта. Давайте спланируем наше путешествие в этот тропический рай. Мы можем заняться водными видами спорта, попробовать блюда местной кухни и исследовать окрестности. Это будет освежающий отдых от повседневной рутины. Абсолютно. Новое место всегда приносит новое впечатление и воспоминания. Удачи вам вместе открыть для себя красоту Парадисиков. Ура, Джон. Пожелаем вам создать незабываемые пляжные моменты. Давай соберем чемоданы, Анна. Нас ждет рай. Урок 9. Соблюдаете ли вы какую-либо определенную диету или план питания? Эй, Анна. Я думала о своей диете. Соблюдаете ли вы какую-то определенную диету или план питания? Привет, Джон. Я верю в баланс и употребление разнообразных продуктов. Это хороший подход. На каких конкретных продуктах вы сосредоточены? Я стараюсь включать в свои блюда много фруктов, овощей и цельного зерна. Звучит здорово. У вас есть любимые рецепты? Мне нравится экспериментировать с салатами, жареным картофелем и домашними смузи. Приятно. Важно найти питательные продукты, которые вам нравятся. Я стараюсь ограничить количество обработанных продуктов и добавленных сахаров в своем рационе. В этом есть смысл. Важно помнить о том, что мы потребляем. Верно. Речь идет о том, чтобы найти то, что лучше всего подходит для нашего тела. Спасибо за сбалансированный и сытный подход к еде. Ура, Джон! Насладитесь здоровой и вкусной едой. Давайте продолжим изучать вкусные и питательные рецепты, Анна. Урок 10. Как вы планируете туда добраться? Эй, Анна! Я планировала нашу поездку. Имеет смысл. Как вы планируете туда добраться? Привет, Джон! Я буду летать. Это самый быстрый способ добраться до места назначения. Это удобно. Ты уже забронировал билет? Пока нет. Мне все еще нужно найти лучшее предложение и уточнить детали. Не торопитесь и сравните цены. Стоит заключить выгодную сделку. Я обязательно это сделаю. Экономия денег – это всегда бонус. Сообщите мне об этом после бронирования, чтобы мы могли согласовать наше прибытие. Сгодится. Нам следует синхронизироваться и планировать наш маршрут вместе. Абсолютно. Как только мы разберемся со всеми деталями, нам будет легче договориться. Я с нетерпением жду нашего путешествия и знакомства с вами новыми местами. Точно так же, Анна. Это будет захватывающее приключение. Желаю вам незабываемого путешествия и незабываемых впечатлений. Ура, Анна! Впереди плавные полеты и удивительные открытия. Сделаем это путешествие незабываемым, Джон. Урок 11. Конфиденциальность в интернете важна. Эй, Анна! Конфиденциальность в интернете очень важна. Как вы защищаете свою? Привет, Джон. Определенно, это очень важно. Я использую надежные и уникальные пароли. Надлежащая практика. Используете ли вы какой-либо менеджер паролей? Да, верю. Это помогает мне надежно отслеживать все мои пароли. Это умно. Как насчет двухфакторной аутентификации? Я включаю его по возможности для дополнительного уровня безопасности. Отлично. Какие-нибудь советы по предотвращению фишингового мошенничества? Я дважды проверяю отправителей электронной почты и избегаю перехода по подозрительным ссылкам. Мудрый шаг. Как насчет защиты личной информации в интернете? Я осторожно отношусь к тому, чем и с кем делюсь. Я регулярно обновляю свои устройства и использую надежное антивирусное программное обеспечение. Твердые шаги. Спасибо за защиту нашей конфиденциальности в интернете. Ура, Джон! За то, чтобы оставаться в безопасности в цифровом мире. Давайте продолжим проявлять бдительность и защищать свое присутствие в интернете. Урок 12. Должен ли я бронировать напрямую или связаться с хозяином? Эй, Анна! Я слышала об этих арендах на время отпуска. Должен ли я бронировать напрямую или связаться с хозяином? Привет, Джон! Зависит от обстоятельств. Бронирование напрямую может быть удобным и безопасным. В этом есть смысл. Но обращение к хозяину может дать нам больше информации. Верно. Они могут предоставить дополнительную информацию или ответить на любые наши вопросы. Мне не нужны сюрпризы во время нашего пребывания. Возможно, лучше связаться с хозяином. Всегда полезно заранее прояснить любые сомнения или особое пожелание. Кроме того, мы можем почувствовать отзывчивость и готовность помочь хозяина. Это важно для приятного и приятного времяпрепровождения. Я свяжусь с хозяином и посмотрю, как все пойдет. Идеально. Давайте убедимся, что у нас есть вся необходимая информация. Желаем вам найти идеальную аренду для отдыха и беззаботного отдыха. Ура, Джон! Желаем вам незабываемого и беззаботного отдыха. Давайте обеспечим себе жилье, Анна. Нас ждут приключения. Урок 13. Поздние ночи могут быть тяжелыми. Эй, Анна. Поздние ночи могут быть тяжелыми, верно? Ха-ха, я тоже. Привет, Джон. Конечно, иногда они могут быть проблемой. Как будто время замедляется, а бодрствовать – это вызов. Я знаю, что вы имеете в виду. Борьба за то, чтобы держать глаза открытыми, реально. Тяга к перекусам поздно вечером тоже может быть заманчивой, вам не кажется? А, определенно. Трудно устоять перед желанием обыскать холодильник. Ночные фильмы или сериалы могут быть палкой о двух концах. Они интересны, но ложиться спать становится еще труднее. А следующее утро поражает вялостью и недосыпанием. Как будто мы сидим в замедленном темпе и пытаемся работать на кофеине. Ха-ха, именно так. Но мы выживем и посмеемся над этим позже, верно? Абсолютно. Поздние ночи могут быть тяжелыми, но они также создают забавные истории. Приветствую вас за то, чтобы пережить допоздна и пережить моменты недосыпания. Ура, Джон! Впереди вас ждут забавные приключения, связанные с допоздна. Анна, давайте отнесемся к этим поздним ночам с чувством юмора. Урок 14. Я хотел рассказать о наших вариантах транспортировки. Эй, Анна! Нет проблем, всегда лучше быть готовым. Есть ли еще что-то, что вы хотели бы обсудить? Привет, Джон! На самом деле, да. Я хотел рассказать о наших вариантах транспортировки. Отличная идея! Как насчет аренды автомобиля для большей гибкости? Это может сработать. Но как насчет общественного транспорта? Это тоже может быть удобно. Правда, использование автобусов или поездов может избавить нас от необходимости парковаться. Мы также должны учитывать стоимость и доступность транспорта. Согласовано. Нам нужно взвесить все «за» и «против» каждого варианта. Возможно, сочетание того и другого было бы лучшим подходом. Это возможно. Мы можем комбинировать и сочетать их в соответствии с нашими ежедневными планами. Хорошо иметь альтернативы и запасные планы на случай непредвиденных ситуаций. Определенно. Гибкость имеет ключевое значение, когда речь идет о транспортировке. Хорошо, давайте изучим и сравним наши варианты, прежде чем принимать решения. Похоже на план. Мы найдем лучший способ передвижения, Анна. Пойдем, Джон. Наше транспортное приключение ждет вас. Урок 15. Чрезмерная информационная перегрузка. Эй, Анна. В последнее время средства массовой информации вызывают у меня стресс. Слишком большая информационная перегрузка. Привет, Джон. Я знаю, что ты имеешь в виду. Иногда это может быть ошеломляюще. Такое ощущение, что есть постоянный поток новостей и обновлений. Правда, сложно следить за всем происходящим. И чем больше я читаю, тем больше волнуюсь. Мне нужно найти баланс между получением информации и сохранением психического благополучия. Абсолютно. В современном быстро меняющемся мире крайне важно уделять приоритетное внимание уходу за собой. Возможно, мне следует ограничить потребление медиа и сосредоточиться на более позитивных вещах. Неплохая идея. Окружение себя вдохновляющим контентом может изменить ситуацию к лучшему. Я постараюсь найти баланс и не позволить СМИ захлестнуть меня. Помните, что вы контролируете то, что вы предпочитаете употреблять. Спасибо, Анна. Приветствую вас за мир в условиях хаоса в СМИ. Ура, Джон. Да здравствует спокойствие и счастье. Анна, давайте спокойно перемещаемся в буре СМИ. Урок 16. Важно продемонстрировать свои навыки. Эй, Анна. Во время собеседования важно продемонстрировать свои навыки. Привет, Джон. Безусловно, это ваш шанс блистать и впечатлить. Думаю, рассказ о моем опыте и достижениях произведет сильное впечатление. Отличный подход. Уверенность в себе – ключ к успеху во время собеседования. Я обязательно приведу конкретные примеры того, как я применил свои навыки. Это умная стратегия. Она эффективно демонстрирует ваши возможности. Я также хочу показать свой энтузиазм и страсть к этой роли. Абсолютно. Работодатели ценят кандидатов, которые искренне рады. Я также подготовлю несколько вдумчивых вопросов, чтобы задать их интервьюеру. Неплохая идея. Это показывает ваш интерес и заинтересованность. При правильной подготовке и демонстрации своих навыков у вас все получится. Спасибо, Анна. Удачного собеседования и получения работы. Ура, Джон. Пусть ваше мастерство ярко проявилось во время интервью. Давайте подготовимся к этому интервью, Анна. Урок 17. Я подумываю о посещении тропического рая. Эй, Анна. Да, я подумывал о том, чтобы посетить тропический рай. Привет, Джон. Звучит потрясающе. Тропические места такие красивые. Я уже могу представить себе пальмы, кристально чистую воду и белые песчаные пляжи. Это все равно, что заглянуть в открытку или мечту. Я хочу почувствовать теплое солнце на своей коже и искупаться в бирюзовом море. Тропическая атмосфера и пышная зелень создают ощущение безмятежности. И побалуйте себя вкусными тропическими фруктами и освежающими коктейлями. Это настоящий праздник чувств, от ярких цветов до тропических ароматов. Мне обязательно нужно взять с собой солнцезащитный крем и солнцезащитные очки. Не забудьте купальный костюм и головной убор, чтобы защитить себя. Мне не терпится окунуться в волшебство тропического рая. Это будет незабываемое приключение, Джон. Желаю вам вместе исследовать тропический рай, Анна. Ура, Джон! Мы готовы подарить вам незабываемые впечатления о тропиках на всю жизнь. Давайте спланируем наш побег в тропический рай, Анна. Урок 18. Я хочу быть рядом со всеми достопримечательностями. Эй, Анна! Да, это было бы здорово. Я хочу быть рядом со всеми достопримечательностями. Привет, Джон! Нахождение рядом с достопримечательностями делает это удобным и экономит время. Мы можем максимально использовать время, исследуя и изучая все. Абсолютно. Нам не придется беспокоиться о длительных поездках или транспортных проблемах. Будет легче погрузиться в местную культуру и атмосферу. Мы можем легко посетить достопримечательности, музеи и популярное место. А поблизости у нас будет множество ресторанов и развлечений. Приятно быть в центре событий и ощущать энергию. Кроме того, мы не пропустим ни одного мероприятия, которое обязательно нужно посетить или чем заняться. Мы можем быть спонтанными и максимально использовать наши приключения. Анна, давайте найдем жилье, которое позволит нам оказаться в центре событий. Похоже на план, Джон. Вот и весь этот ажиотаж на грани. Давайте погрузимся в самое сердце достопримечательностей, Анна. Урок 19. Попадать под дождь никогда не весело. Эй, Анна. Отличная идея. Не могу позволить себе промокнуть. Привет, Джон. Конечно, попадать под дождь никогда не весело. Это портит волосы и общий внешний вид, не так ли? А я могу понять. Нет ничего хуже мокрой и пушистой прически. И не забывайте о мокрой обуви и одежде, прилипающей к телу. Ох, это неудобно, холодно и липко. Кроме того, во время ливня сложно оставаться сухим и укрыться. Особенно, если вы находитесь далеко от дома или без зонта. У меня было немало несчастных случаев с зонтиками, когда я выворачивалась наизнанку или сдувалась. В самом деле, ха-ха. Нам нужно подготовиться и проверить прогноз погоды. Таким образом, мы сможем избежать неожиданных ливневых дождей и спланировать их соответствующим образом. Давай останемся сухими и сохраним прически в целости и сохранности, Анна. Конечно, Джон. Уклоняйтесь от капель дождя и оставайтесь стильными. Давай потанцуем между каплями дождя, Анна, не промокнув. Урок 20. Я подумывал о том, чтобы спланировать отпуск на выходные. Эй, Анна. Я подумывал о том, чтобы спланировать отпуск на выходные. Тебе было бы интересно. Привет, Джон. Абсолютно. Мне нравится идея отдыха на выходных. Это будет прекрасная возможность расслабиться и восстановить силы. Мне бы не помешало отдохнуть от повседневной рутины и заняться чем-нибудь новым. Мы можем сбежать из города и вместе открыть для себя другое место. Звучит захватывающе. Вы имеете в виду какое-нибудь конкретное направление? Может быть, уютный домик в горах или отдых на пляже. Оба варианта звучат фантастически. Я готов к приключениям. Мы можем отправиться в поход, устроить пикник или просто насладиться спокойной обстановкой. Побалуйте себя вкусной местной кухней и попробуйте новое развлечение. Это будет мини-отпуск, наполненный веселыми и незабываемыми моментами. Рассчитывай на меня, Джон. Давайте спланируем потрясающий отдых на выходных. Отлично, Анна. Приготовьтесь к выходным, полным приключений и отдыха. Давай отвлечемся от обыденности и оставим невероятные воспоминания, Джон. Урок 21. Пробовали ли вы проводить мероприятия по налаживанию связей? Эй, Анна. Пробовали ли вы проводить мероприятия по налаживанию связей? Привет, Джон. Да, в прошлом я участвовал в нескольких сетевых мероприятиях. Считаете ли вы их полезными для расширения ваших профессиональных связей? Абсолютно. Мероприятия по налаживанию связей предоставляют отличные возможности для знакомства с новыми людьми. Приятно это знать. Я сам подумывал о том, чтобы посетить некоторые из них. Стоит попробовать. Никогда не знаешь, с кем встретишься и какие возможности откроются. Какие-нибудь советы о том, как извлечь максимальную пользу из мероприятий по налаживанию связей? Будьте на связи, участвуйте в разговорах и внимательно слушайте. Я тоже позабочусь о том, чтобы мои визитные карточки были готовы. Это разумный шаг. Это способ легко обмениваться контактной информацией. Я просто надеюсь, что мне не придется неловко стоять в углу в одиночестве. Не волнуйтесь, поначалу это может немного пугать, но все приходят по одной и той же причине. Я выйду из своей зоны комфорта и попробую. В этом дух, Джон. Примите участие в сетевом приключении. Расширяем нашу профессиональную сеть и открываем новые двери, Анна. Ура, Джон! Давайте уверенно и очаровательно перемещаемся в мире сетевых технологий. Давайте установим связи, которые помогут нам достичь новых высот, Анна. Урок 22. Вы узнали о каких-либо символических значениях? Эй, Анна! Потрясающе! Приятно это слышать. Вы узнали о каких-либо символических значениях? Привет, Джон! Да, я обнаружил, что бабочек часто считают символами трансформации и перемен. Это увлекательно. Значит, увидеть бабочку может стать позитивным сдвигом в чьей-то жизни. Именно так. Это может быть признаком личностного роста и потенциала для новых начинаний. Ух ты, у природы есть свой способ отправлять сообщения, не так ли? Абсолютно. Во многих культурах и верованиях символизм ассоциируется с различными животными и природными элементами. Есть ли другие символические значения, с которыми вы столкнулись? Да, например, цветок лотоса часто считают символом чистоты и просветления. Это прекрасно. Удивительно, как природа может вдохновлять вас на такие глубокие смыслы. Это действительно так. Изучение символизма придает миру природы еще один уровень понимания. Я обязательно буду обращать внимание на эти символические элементы в моем окружении. Отличная идея. Это может сделать повседневный опыт более значимым. Анна, откроем для себя скрытую символику и примем позитивные перемены. Ура, Джон! Давайте найдем красоту и смысл в окружающем мире. Давайте расшифруем сообщения, которые посылает нам природа, Анна. Урок 23. Я подумывала отправиться в поход и насладиться отдыхом на свежем воздухе. Эй, Анна, как дела? У меня все хорошо. Привет, Джон. У меня все хорошо, спасибо. Как насчет тебя? У меня тоже все хорошо, спасибо за вопрос. Эй, у тебя есть планы на выходные? Не совсем, просто успокойся. Как насчет тебя? Я подумывал отправиться в поход и насладиться отдыхом на свежем воздухе. Звучит замечательно. Свежий воздух и природа могут так омолаживать. Абсолютно. Это отличный способ расслабиться и потренироваться. Вы имеете в виду определенный пешеходный маршрут? Да, в близлежащих горах есть прекрасная тропа, которую я так долго хотела исследовать. Звучит как идеальное приключение. Рассчитывайте на меня. Потрясающе. Мы отлично проведем время в окружении красоты природы. Не могу дождаться. Сделаем эти выходные незабываемыми, Джон. Давай зашнуруем наши походные ботинки и отправимся в путь, Анна. Урок 24. Это называется городским стилем. Эй, Анна. В самом деле. Как оно называется? Привет, Джон. Это называется городским стилем. Они обладают уникальным и модным чувством моды. А я слышала об этом. Чем он отличается от других стилей? Городской стиль – это стильное сочетание элементов повседневной и уличной одежды. Итак, это сочетание комфорта и моды. Именно так. Сюда часто входят кроссовки, футболки с графическим рисунком, рваные джинсы и эффектные аксессуары. Звучит круто. Возможно, я попробую сменить гардероб. Тебе стоит. Это забавный и универсальный стиль, с которым можно экспериментировать. Есть ли известные влиятельные лица или бренды в городском стиле? Определенно. В социальных сетях много влиятельных лиц, которые демонстрируют городскую моду. Такие бренды, как Nike, Adidas и Suprime, также популярны. Мне нужно будет ознакомиться с ними и почерпнуть вдохновение. Это отличный способ быть в курсе последних тенденций городского стиля. Спасибо, что поделились, Анна. Мне не терпится познакомиться с миром городской моды. Добро пожаловать, Джон. Давайте добавим урбанистический колорит в наши шкафы. Анна, давайте с уверенностью воплотим городской стиль. Урок 25. Путешествие на пляж звучит потрясающе. Эй, Анна. Я никогда раньше там не была, но мне бы очень хотелось поехать. Привет, Джон. Путешествие на пляж звучит потрясающе. Давайте спланируем это вместе. Мы можем понежиться на солнце, почувствовать песок между пальцами ног и поплавать в океане. Абсолютно. Это будет идеальный отдых, наполненный отдыхом и весельем. Вы имеете в виду какой-то конкретный пляж? Как насчет тропического рая с кристально чистой водой и пальмами? Звучит как мечта. Я уже могу представить себе потрясающие виды. Мы можем строить замки из песка, играть в пляжный волейбол и наслаждаться вкусными морепродуктами. И не забудьте о прохладительных напитках с маленькими зонтиками наверху. Ура! Это незабываемые впечатления от пляжного отдыха. Давайте возьмем с собой солнцезащитный крем и пляжные полотенца для максимального комфорта. Отличная идея. Мы не хотим обгореть на солнце или упустить возможность отдохнуть на берегу. Не могу дождаться, когда почувствую океанский бриз и послушаю шум волн. Я тоже, Джон. Приготовьтесь к незабываемому пляжному приключению. Давайте погрузимся в океан отдыха и создадим прекрасные пляжные воспоминания, Анна. Урок 26. Вы голодны. Эй, Анна! Ты голоден. Привет, Джон. Да, пожалуйста. Не могу устоять перед хорошей едой. Как насчет того, чтобы попробовать новый итальянский ресторан в городе? Звучит восхитительно. Я в настроении съесть пасту. Отлично. Я забронирую для нас столик сегодня вечером. Идеально. Тогда планы на ужин будут решены. Я уже чувствую вкус сырной лазаньи. И я жажду классического блюда из спагетти с фрикадельками. Нельзя забывать о чесночном хлебе и тирамису на десерт. У меня слюнки текут от одной мысли об этом. Давайте проголодаемся и уйдем с довольными вкусовыми рецепторами. Абсолютно. Этот праздник запомнится надолго. Приготовьтесь к ночи итальянского кулинарного наслаждения, Анна. Не могу дождаться, Джон. Давайте вместе насладимся вкусным ужином. Приятного аппетита, Анна. Пусть кулинарное приключение начнется. Урок 27. Сегодня я купил свежие овощи. Эй, Анна. Сегодня я купил несколько свежих овощей. Отлично. Как насчет того, чтобы приготовить жаркое из этих ингредиентов? Привет, Джон. Похоже на план. Жаркое – это всегда вкусное и быстрое блюдо. У меня есть сладкий перец, брокколи, морковь и грибы. Что еще нам добавить? Давайте добавим немного нарезанной курицы или тофу для белка. Отличная идея. И мы можем приправить его соевым соусом, чесноком и имбирем. Это придаст ему приятный вкус. Мы также можем добавить немного семян кунжута для хруста. Мне это нравится. Жарьте, помешивая, с добавлением кунжута. Не забудьте подать к нему приготовленный рис. Конечно. Без пушистого риса жарка будет неполной. Это будет красочное и ароматное блюдо. А что самое лучшее? Мы можем настроить его по своему вкусу. Это правда. Мы можем регулировать уровень специй и добавлять наши любимые овощи. Анна, давайте применим свои кулинарные навыки и приготовим вкусное жаркое. Я готова, Джон. Давайте устроим на кухне немного вкусного волшебства. Приготовь эти работы, Анна. Пришло время феерии жарки. Урок 28. Что вы в основном выращиваете в своем саду? Эй, Анна. Что вы в основном выращиваете в своем саду? Привет, Джон. В основном я занимаюсь выращиванием овощей, таких как помидоры, огурцы и салат. Это просто фантастика. Свежие овощи, выращенные в домашних условиях, должны быть восхитительными на вкус. Они определенно верят. В выращивании собственной еды есть что-то приятное. Могу себе представить. Есть ли у вас какие-либо советы по успешному огородничеству? Обязательно обеспечивайте достаточно солнечного света, регулярно поливайте и удобряйте почву. Я учту это. Мне всегда хотелось попробовать свои силы в садоводстве. Это стоит попробовать. Вы будете поражены результатами ваших усилий. Я уже могу представить себе приготовление вкусного салата из домашних помидоров и салата. В этом вся прелесть. Вы можете вкусно насладиться плодами своего труда. Начну с небольшого огорода и посмотрю, что из этого получится. Это хороший способ начать. Начните с малого и расширяйтесь по мере накопления опыта. Спасибо за совет, Анна. Я очень рада отправиться в путешествие по садоводству. Добро пожаловать, Джон. Удачного вам садоводства и процветания вашим овощам. За выращивание собственных свежих и вкусных продуктов, Анна. Урок 29. Сегодня очень хорошая погода. Эй, Анна. Сегодня такая хорошая погода, не так ли? Привет, Джон. Да, на улице красиво. Идеально подходит для дневного отдыха. Я собирался отправиться в поход в близлежащий парк. Хотите присоединиться? Звучит великолепно, Джон. Я бы очень хотел присоединиться к вам. Это будет веселый день на свежем воздухе, знакомясь с природой. Не могу не согласиться. Пребывание на свежем воздухе так освежает. Мы можем насладиться живописными видами, послушать птиц и, возможно, устроить пикник. Рассчитывайте на меня на пикник. Я принесу бутерброды и закуски. Потрясающе. Я принесу фрисби, чтобы мы тоже могли поиграть в несколько игр. Звучит очень весело. Я с нетерпением жду этого. Этот день будет наполнен смехом, хорошей компанией и красотой природы. Я и мечтать не могла, как лучше провести день. Давай наденем обувь для походов и насладимся этим прекрасным днем по максимуму, Анна. Конечно, Джон. Давайте вместе проведем время на свежем воздухе и создадим прекрасные воспоминания. Приятного вам дня приключений и развлечений, Анна. Урок 30. Я хочу исследовать города. Эй, Анна. Я думала о нашей предстоящей поездке. Чем ты хочешь там заняться? Привет, Джон. Я хочу исследовать города, попробовать местную кухню и посетить исторические места. Звучит как фантастический план. Мне не терпится погрузиться в местную культуру. Я тоже. Мы можем бродить по улицам, открывать скрытое сокровище и пробовать новые вкусы. Мне не терпится побаловать себя вкусными блюдами города. Обязательно стоит попробовать их знаменитую уличную еду и посетить местные рынки. Абсолютно. Изучение кулинарной сцены – один из лучших способов познакомиться с новым местом. И давайте не будем забывать об исторических местах. Будет интересно узнать о прошлом города. Согласен. Прогулка по древним руинам или посещение музеев станут путешествием в историю. На этом пути мы сохраним прекрасные воспоминания и многому научимся. Это будет приключение, наполненное отличной едой, богатой историей и удивительными впечатлениями. Мне не терпится отправиться в это путешествие вместе с тобой, Джон. Приготовьтесь к незабываемому путешествию, Анна. Давайте воспользуемся каждым моментом по максимуму. Урок 31. Я пытаюсь внести позитивные изменения в свой распорядок. Эй, Анна. Я пытаюсь внести позитивные изменения в свой распорядок дня. Хотите услышать об этом? Привет, Джон. Конечно, мне бы очень хотелось услышать, чем ты занимался. Ну, во-первых, я начала рано вставать и ходить на утреннюю пробежку. Это действительно. Отлично, Джон. Регулярные физические упражнения могут творить чудеса с вашим здоровьем. Абсолютно. Я чувствую себя более энергичным и готовым к новому дню. Удивительно, как простая утренняя пробежка может задать позитивный тон всему остальному дню. Я также начала выполнять упражнения на растяжку после пробежки. Растяжка помогает улучшить гибкость и предотвращает мышечное напряжение. Хороший звонок. Кроме того, это отличный способ очистить сознание и начать день с новой точки зрения. Это правда. Упражнения также полезны для психического здоровья, например, снижают стресс и улучшают настроение. Именно так. Я заметила положительные изменения в моем общем самочувствии. Я рада это слышать, Джон. Продолжай в том же духе. Спасибо, Анна. Я полна решимости придерживаться этой новой рутины и продолжать вносить позитивные изменения. У тебя все получилось, Джон. Я здесь подбадриваю тебя на каждом шагу. За здоровый и счастливый образ жизни, Анна. Урок 32. У меня возникла идея продвижения нашего нового продукта. Эй, Анна. У меня возникла идея продвижения нашего нового продукта. Как вы думаете? Привет, Джон. У меня все уши. Поделись со мной своей идеей. Что ж, я подумывал использовать влиятельных лиц в социальных сетях для продвижения нашего продукта. Отличная идея, Джон. Инфлюенсеры имеют широкий охват и могут помочь нам охватить определенные демографические группы. Именно так. Сотрудничая с влиятельными лицами, мы можем привлечь их подписчиков и ориентироваться на нашу идеальную аудиторию. Это умная стратегия. Влиятельные лица завоевали доверие своих подписчиков, сделав их рекомендации более эффективными. Кроме того, это придает нашему бренду нотку аутентичности и релевантности. Согласен. Люди с большей вероятностью будут доверять рекомендациям, исходящим от того, кому они следуют и которым восхищаются. Кроме того, мы можем использовать различные типы влиятельных лиц для охвата различных демографических групп и интересов. Таким образом, мы можем адаптировать наши сообщения и продвижение продукта к конкретным группам. От этой ситуации выигрывают все. Влиятельные лица привлекают внимание своей аудитории, а мы привлекаем внимание к нашему продукту. Однако мы должны обеспечить соответствие влиятельных лиц ценностям нашего бренда и целевому рынку. Абсолютно. Важно найти влиятельных лиц, которые действительно найдут отклик в нашем продукте. Джон, давайте начнем исследовать и обратиться к потенциальным влиятельным лицам. Пришло время наладить связи. Согласен, Анна. Приготовьтесь увидеть, как наш продукт достигнет новых высот благодаря влиятельным лицам. За эффективное продвижение и успешное сотрудничество, Джон. Урок 33. Я мечтаю о спокойном отпуске. Эй, Анна. Я так долго мечтала о спокойном отпуске. Есть идеи для места назначения. Привет, Джон. Как насчет Гавайев? Остров известен своими безмятежными пляжами и непринужденной атмосферой. Звучит действительно расслабляюще. Гавайи славятся своей природной красотой и тропическим раем. Мы можем понежиться на солнце, поплавать в кристально чистой воде и насладиться потрясающими закатами. И давайте не будем забывать о вкусной гавайской кухне. Я уже могу попробовать покебоулы и свежий ананас. Абсолютно. Мы можем насладиться местными вкусами и попробовать традиционные блюда. Мы также можем исследовать густые тропические леса, отправиться в поход к захватывающим водопадам и даже заняться снаркелингом. Гавайи предлагают широкий спектр мероприятий на свежем воздухе, которые позволят нам развлечься и сохранить связь с природой. Я могу представить себе, как мы отдыхаем на пляже, пьем освежающие тропические напитки и забываем обо всех заботах. Это будет омолаживающий отдых вдали от шума и суеты повседневной жизни. Я очень рада, Анна. Давайте спланируем нашу поездку на Гавайи и приготовимся к по-настоящему расслабляющему отдыху. Рассчитывай на меня, Джон. Возьмите купальник и приготовьтесь к островному блаженству. Здесь вас ждут песчаные пляжи, ласковые волны и полный релакс, Анна. Урок 34. Я трачу так много времени на просмотр ленты новостей. Эй, Анна. Я кое-что поняла о себе. Я так много времени провожу, просматривая ленту новостей. Привет, Джон. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Иногда я делаю то же самое. Что произошло? Ну, я даже ловлю себя на том, что листаю ленту новостей, когда мне больше нечем заняться, например, стоять в очереди или во время рекламных роликов. А, понятно. Похоже, это стало для вас рефлексом даже в моменты отдыха. Именно так. Как будто мои пальцы автоматически переходят в приложение для социальных сетей, даже не задумываясь. Это обычная привычка в нашу цифровую эпоху. Нас постоянно засыпают информацией и обновлениями. Знаю, но мне кажется, что из-за этого я что-то упускаю. Это понятно. Важно найти баланс и не позволять социальным сетям отнимать все наше время. Ты права, Анна. Я хочу избавиться от этой привычки и больше присутствовать в реальном мире. Один из подходов может заключаться в установлении определенного времени для просмотра социальных сетей вместо бессмысленной прокрутки. Неплохая идея. Я могу выделять определенные перерывы в течение дня для социальных сетей, вместо того, чтобы диктовать мне свободное время. А остальные моменты наполните любимыми занятиями, например, чтением, хобби или времяпрепровождением с друзьями. Мне это нравится. Пришло время освободить свое время и сосредоточиться на вещах, которые действительно важны для меня. Ты понял, Джон. Помните, что маленькие шаги могут привести к большим переменам. Все дело в том, чтобы найти правильный баланс. Спасибо за поддержку, Анна. За то, чтобы избавиться от привычки читать свитки и начать жить более полноценной жизнью. Урок 35. Думаю, мне нужна поддержка. Привет, Джон. Здорово, что вы это понимаете. Обращение за помощью – признак силы. Ты право, Анна. Важно протянуть руку помощи, когда вам кажется, что в одиночку трудно справиться с ситуацией. Абсолютно. Наличие кого-то, на кого можно положиться, может иметь огромное значение. Думаю, разговор с близким другом или членом семьи действительно поможет мне почувствовать себя лучше. В этом дух, Джон. Обмен своими мыслями и чувствами может обеспечить комфорт и перспективу. Приятно осознавать, что не только я сталкиваюсь с жизненными трудностями. Все мы время от времени нуждаемся в поддержке. Это естественная часть человеческого бытия. Ты права, Анна. Уверена, что с некоторой помощью я смогу справиться с этим трудным временем. Окружение заботливыми и понимающими людьми может дать вам силы и поддержку, в которых вы нуждаетесь. Спасибо, что напомнила мне об этом, Анна. Пришло время протянуть руку помощи и позволить другим быть рядом со мной. Добро пожаловать, Джон. Помните, что вам не обязательно нести груз самостоятельно. С некоторой помощью вы почувствуете себя намного лучше. Мы готовы обратиться за поддержкой и воспользоваться возможностями связи. Урок 36. Вы говорили об этом со своим начальником. Эй, Анна. Вы упомянули о некоторых опасениях, связанных с вашей работой. Вы поговорили об этом со своим боссом. Привет, Джон. Пока нет. Я не решался с ними об этом говорить. Важно сообщить о своих опасениях. Возможно, они смогут помочь или дать рекомендации. Я знаю, но боюсь, что они не поймут и не воспримут мои опасения всерьез. Я понимаю ваши опасения, но попробовать стоит. Открытое общение может привести к позитивным изменениям. Ты прав, Джон. Мне нужно собраться с мыслями и найти подходящее время, чтобы обсудить это со своим боссом. Подготовьте то, что вы хотите сказать, и выразите свои опасения с уважением. Они могут удивить вас своим ответом. Я сделаю все, что в моих силах. Пришло время сделать шаг вперед и заняться этим вопросом напрямую. В этом дух, Анна. Не позволяйте страху мешать вам найти решение. Спасибо за поддержку, Джон. Я наберусь смелости и поговорю об этом. У тебя все получилось, Анна. Желаем эффективной коммуникации и положительного результата. Ура, Джон. Я ценю твою поддержку. Урок 37. Я пробую новый рецепт шоколадного печенья. Эй, Анна. Я пробую новый рецепт шоколадного печенья. Вы знаете процесс. Привет, Джон. Конечно, я могу вам помочь. Сначала вам нужно собрать все ингредиенты. Понял. У меня есть мука, сахар, масло и шоколадная стружка. Что дальше? Затем смешайте масло и сахар, пока они не станут легкими и пышными. Взбейте сливочное масло и сахар. Проверь. Тогда что? После этого вы добавите яйца по одному и хорошо перемешайте. Добавляйте яйца по одному. Понял. И каков следующий шаг? Затем вы постепенно добавите сухие ингредиенты, такие как мука, пищевая сода и соль. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты. Понял. Как долго я его выпекаю? Выпекайте печенье при температуре 350 градусов по Фаренгейту, 175 градусов Си, примерно 10-12 минут или пока оно не станет золотисто-коричневым по краям. 10-12 минут при температуре 350 градусов по Фаренгейту. Время выпечки готово. А потом? После выпечки дайте им остыть на противне в течение нескольких минут, а затем переложите на решетку, чтобы они полностью остыли. Охладите их на противне, затем переложите на решетку. Понятно. Спасибо за рекомендации, Анна. Добро пожаловать, Джон. Насладитесь домашним шоколадным печеньем. Они будут очень вкусными. Не могу дождаться, когда смогу их попробовать. Успехов в выпечке и удовлетворении наших сладкоежек. Урок 38. Как насчет того, чтобы организовать пикник? Эй, Анна. Сегодня такая хорошая погода. Как насчет того, чтобы устроить пикник? Привет, Джон. Звучит как отличная идея. Обожаю пикники. Отлично. Мы можем упаковать несколько сэндвичей, фруктов и напитков для восхитительного ужина на свежем воздухе. Я принесу нам уютное одеяло, на котором мы сможем посидеть и насладиться солнцем. И мы не можем забыть перекусить и, возможно, даже фрисби, чтобы развлечься и поиграть. Это будет расслабляющий и приятный день в окружении природы и хорошей компании. Мы можем найти живописное место в парке с прекрасным видом. Звучит прекрасно. Мы можем насладиться красотой природы во время пикника. Кроме того, мы можем общаться, делиться историями и проводить время вместе. Это идеальный способ расслабиться и получить максимум удовольствия от этого прекрасного дня. С нетерпением жду этого, Анна. Давайте устроим незабываемые впечатления от пикника. Согласен, Джон. Вас ждет фантастический пикник, полный смеха, вкусной еды и отличной компании. Урок 39. Хочешь посмотреть фильм позже? Эй, Анна. Хочешь как-нибудь посмотреть фильм позже? Привет, Джон. Конечно, мне бы очень хотелось. О каком фильме ты думаешь? Я слышала, что появился новый комедийный боевик, который получил отличные отзывы. Звучит захватывающе. Я готов к смеху и захватывающим моментам. Отлично. Давайте проверим расписание сеансов и выберем удобное для нас обоих время. Вечером я буду на связи. Как насчет тебя? Вечер мне тоже подходит. Давайте нацелимся на шоу в 19 часов. Отлично. Встретимся в театре или где-нибудь поблизости? Давайте встретимся в театре. Мы можем взять попкорна и вместе найти хорошее место. Похоже на план. Я с нетерпением жду этого. Я тоже, Анна. Вечер будет веселым в кино. Увидимся там. Тогда увидимся, Джон. Приготовьтесь к развлечениям и попкорну. Урок 40. В последнее время я думаю об удаленной работе. Эй, Анна. В последнее время я думаю об удаленной работе. Это просто потрясающе, вам не кажется? Привет, Джон. Абсолютно. Удаленная работа имеет свои преимущества. Это позволяет людям работать из любой точки мира. Это правда. Вы можете работать продуктивно, наслаждаясь комфортом собственного дома или даже путешествуя. Она обеспечивает гибкость и свободу в создании баланса между работой и личной жизнью в соответствии с индивидуальными потребностями. Именно так. Больше никаких долгих поездок на работу или привязанности к определенному месту. Это открывает возможности для людей, которые могут жить в отдаленных районах или иметь личные обязательства, требующие гибкости. Кроме того, это может снизить такие расходы, как транспорт и рабочая одежда. Кроме того, это способствует созданию более здоровой рабочей среды, поскольку люди могут создать обстановку, соответствующую их предпочтениям и потребностям. Представьте, что вы работаете в уютной кофейне или даже на прекрасном пляже. Возможности безграничны. Звучит мечтательно, не так ли? Но важно сохранять дисциплину и поддерживать продуктивный распорядок дня. Абсолютно. Удаленная работа требует самомотивации и эффективного управления временем. При правильном балансе удаленная работа может изменить правила игры для многих людей. Спасибо за свободу и гибкость, которые дает удаленная работа. Ура, Джон! Взгляните в будущее работы и насладитесь предлагаемыми ею льготами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...